Дорожная авария превратилась в масштабный пожар Мечтала убить родителей, чтобы начать новую жизнь и привлекла к этому двоих друзей Громкое уголовное дело стартовало в Ленинском суде Зоозащита негодует, убийца собаки остался на свободе Сегодня в Машковском районе дорожно-транспортное происшествие обернулось масштабным пожаром Без жертв обошлось чудом Первое сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в четверть 11 утра На трассе Р-55 вблизи села Болта перевернулась груженая фура Перевозившая лакокрасочные материалы в пластиковой таре От удара автомобиль загорелся, а затем воспламенился и его опасный груз Вследствие высокой температуры жидкость начала разливаться И горящая жидкость под уклон потекла в сторону кафе Вояж В результате которого здание и загорелось Для ликвидации было задействовано 4 единицы техники и 14 человек Уже к 11 утра пожарным удалось ликвидировать открытое горение Однако проливкой конструкции они занимались еще до обеда В результате ЧП пострадал водитель фуры Медики доставили его в лечебное учреждение Состояние шофера пока неизвестно Пламя повредило саму фуру, здание кафе, а также припаркованные возле него автомобили Информация о том, что огонь угрожает подойти к автозаправке, к счастью, не подтвердилась Полыхали пожары и в Новосибирске, на улице Кубовой К несчастью, возгорание в частном доме унесло человеческую жизнь А вот минувшие выходные обошлись без таких тяжелых последствий На чистой слободе неопознанный летающий объект едва не стал причиной гибели целой семьи С пламенем удалось вовремя справиться Откуда взялся огнеопасный снаряд, сейчас выясняют пожарные и полицейские Трагедия едва не произошла В ночь с пятницы на субботу в одну из квартир дома номер 10, дробь 1 На улице Спортивной в Ленинском районе Новосибирска Хозяин жилища проснулся от громкого хлопка И обнаружил, что его лоджия пылает Поначалу мужчина пытался справиться с огнем самостоятельно Но затем вызвал профессионалов По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что горят домашние вещи на балконе многоквартирного дома В результате пожара повреждены домашние вещи, обшивка балкона Пластиковое окно на общей площади 3 квадратных метра Кравмированных погибших в результате пожара нет Вся семья, хозяин дома и его супруга с маленьким ребенком, к счастью, отделались легким испугом А уже после того, как возгорание потушили, обнаружили неприятный сюрприз Обгоревшую гильзу солидных размеров Снарядом заинтересовались правоохранители Как пояснил хозяин квартиры, пожар произошел от сигнальной ракеты, влетевшей в его квартиру При выезде на место происшествия сотрудники полиции изъяли в квартире фрагмент неустановленного устройства Который направлен для исследования в экспертно-криминалистический центр Главного управления МВД России по Новосибирской области Также полицейскими проведен осмотр прилегающей территории и опрос местных жителей Сейчас следователи полиции проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела О причинах другого субботнего пожара пока остается только догадываться Около пяти часов дня загорелась квартира многоэтажки на другом конце города На улице Крылова в центральном районе По прибытию первопожарных подразделений из окна квартиры пятого этажа шел дым Сотрудниками пожарной охраны с помощью спас средств были эвакуированы пять человек, из которых один ребенок Без жертв обошлось и в этом случае Огнеборцы успели вовремя Из-за чего случилось возгорание и каков ущерб? Предстоит установить дознавателям Хотели убить родителей и сбежать прочь из Новосибирской области Но, к счастью, в своих начинаниях не преуспели Громкое дело о нападении подростков на целую семью начали рассматривать в Ленинском районном суде Из трех предполагаемых преступников перед эвфемидой предстанет только 16-летняя школьница Юлия Два ее приятеля от ответственности сумели уйти Студент колледжа Кирилл оказался в психиатрической больнице и отвечать за свои поступки не может По крайней мере, пока Его малолетней возлюбленной Анастасии на момент совершения преступления было 13 лет По версии следствия, именно в этом нежном возрасте девочка решила убить всю свою семью Напомню, шокирующая история произошла 31 октября минувшего года на улице Забалуева в Ленинском районе Новосибирска Посреди бела дня два старших подростка ворвались в квартиру своей младшей подруги В это время в жилище находилась 80-летняя женщина и ее 11-летний внук Действуя совместно и согласованно с целью убийства указанных лиц и последующего завладения имуществом Обвиняемый и сообщник нанесли женщине не менее 16 ударов деревянной биты в область головы и верхних конечностей А ее внуку не менее трех ножевых ранений В это время в квартиру, где происходили указанные события, возвратилась 41-летняя хозяйка Женщину подростки встретили не менее жестоко Нанесли ей несколько ударов топором На крики о помощи выскочили соседи Один из них сумел обезвредить нападавшую Ее приятелю удалось скрыться Однако уже на следующий день подростка задержали полицейские Работая над делом, следователи изучили немало доказательств и пришли к выводу Предполагаемый организатор страшного преступления отвечать перед Фемидой не будет При прекращении уголовного дела в отношении малолетней Ее действия были обозначены именно как организатор данных действий Плюс в материалах дела есть дневники этой девочки Где она говорит, что я сбегаю с теми-то, теми-то Но для этого нужно убить родителей Сегодня состоялось первое заседание Зачитали обвинительное заключение, которое выслушала лишь старшая из девушек За участие в чудовищном нападении Она рискует оказаться за решеткой на срок до 10 лет Анна Скок, Константин Менин, Александр Егоров, экстренный вызов Житель Коченева, убивший собаку своей бывшей возлюбленной Вновь избежал реального наказания Сегодня областной суд оставил в силе решение районной инстанции Которая в марте этого года назначила фигуранту условный срок Судьбоносное заседание продолжалось около получаса После чего коллегия по уголовным делам постановила Оставить приговор Артему Данилову без изменений Ранее Новосибирский районный суд назначил ему два года и два месяца условно Анастасия Скобликова не скрывала разочарования в исходе разбирательства В своей жалобе потерпевшая требовала ужесточить наказание бывшему кавалеру Если бы наказанием был хотя бы год лишения свободы Каждый живодер перед тем как убить животное Сто раз бы подумала нужно ли ему это Если он целый год потом будет сидеть в тюрьме А тут этот человек не получил ни штраф Ни исправительные работы Ни тюремные заключения Ни колонию поселения То есть по сути остался безнаказанным Летом прошлого года Артем Данилов во время отдыха на пляже поругался с возлюбленной В ходе конфликта разозленный Данилов пытался поджечь автомобиль Скобликовой А потом уехал с обещаниями наказать бывшую подругу Вернувшись домой девушка нашла свою собаку изувеченной Ветеринарам не удалось спасти жизнь лайки по кличке Супра Анастасия опубликовала в интернете сообщение о гибели питомца И в ее адрес посыпались новые угрозы Однако Анастасия все-таки решилась рассказать обо всем полицейским После чего в отношении Данилова возбудили уголовное дело Гражданин Данилов обвиняется в совершении трех преступлений Это покушение на умышленное повреждение чужого имущества путем поджога Это часть третьей статьи 30 Это часть вторая статьи 167 ГК РФ Также по части первой статьи 139 ГК РФ Это незаконное проникновение в жилище против воли проживающих в нем лиц А также по части первой статьи 245 ГК РФ Это жестокое обращение животных, повлекшее их гибель Совершенное садистскими методами Во время процесса в суде первой инстанции Фигурант признал вину в убийстве беззащитного животного И попытке поджога машины Перед рассмотрением апелляционной жалобы потерпевшей стороны Журналисты экстренного вызова попытались выяснить мотивы мужчины Однако от комментариев тот наотрез отказался Расскажите, можете, что вы вводите, что вы делаете? Сохранив свободу, Артем Данилов все-таки заработал судимость по факту жестокого обращения с животными В нашей стране это редкость Тем не менее, представитель потерпевшей, а также общественники встретили решение Фемиды без особого восторга Бытовой садизм, как нам всем известно, имеет свойство нарастать И у нас потерпевшая, она получается практически никак не защищена Потому что преступник будет ходить на свободе, он будет отмечаться Также в ходе следствия и уже в ходе судебных процессов неоднократные поступали угрозы Как показывает практика, сложившаяся в Новосибирской области Это стандартное решение для суда апелляционной инстанции Я уверен, такое же будет в касации Поэтому надежда только на Верховный суд Поэтому, скорее всего, нам придется идти до упора Так что точку в этой истории ставить еще рано Леонид Лишенко, Мария Никитина, Андрей Дулепов Экстренный вызов Внимание, розыск! Полицейские и добровольцы ищут мужчину, который бесследно пропал более полутора месяцев назад Равшан Максютов выжил из дома 125-1 на улице Выборная еще 8 апреля И с тех пор мужчину никто не видел Пропавший высокого роста на голове сильные залысины Особыми приметами являются шрамы на правом запястье и тик лица Если вы видели человека на фотографии, позвоните по телефону, указанным внизу экрана На этом все Информацию о происшествиях и преступлениях сообщайте по телефону 310-2005 Он доступен по будням в рабочее время с 10 утра до 6 вечера Видео ЧП выкладывайте в группе экстренного вызова ВКонтакте Будьте осторожны и соблюдайте законы Увидимся на телеканале ОТС Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова